Но что на самом деле, вот сейчас продолжим тему копать туда, что на самом деле можете сделать лишь только вы? По большому счету влияние лидера, оно огромное. Для демонстрации вот этого влияния я покажу вот этот маленький ролик, он мне очень нравится, потому что он по сути определяет вот этот механизм, где все взаимосвязано. Вот особенно это, неважно, в подразделении, в отдельно взятом филиале, в отдельно взятом направлении. То есть настолько все четко и понятно, насколько эффективен лидер, настолько эффективна команда. Бывают, конечно, исключения, что команда может быть эффективной, а лидер нет. Но тогда происходит вопрос, а кто тогда лидер? Значит, кто-то лидерские качества из команды взял на себя. Поэтому реальность такова, что лидер – это самая главная шестеренка, которая заставляет крутиться все остальные. И вдохновляющее, и эффективное лидерство. Это значит, что, как правильно сказал Николай, что это с минимальными затратами, с максимальной эффективностью. Вот сегодня мы помимо того, что мы зайдем в состояние человека, мы всегда будем держать в уме понятие эффективного лидерства. Это значит, что мы должны понимать о том, что такое лидерство, какими критериями оно измеряется и как я могу действительно по-настоящему быть лидером. Итак, основа всего – это человек. Как бы мы ни хотели, но при всем при этом нельзя говорить о лидерстве в отрыве от самой природы человека. Природа человека очень сложная. Мы психофизиологические эмоциональные существа. У нас есть тело, у нас есть психика, ментальность. И это все нам нужно удержать в балансе и в равновесии. Абсолютно нормальные люди, как мы с вами, я надеюсь, могут это делать, не задумываясь. Но часто бывает так, что особенно в сегодняшней ситуации иногда происходят сбои. Посмотрим, что может быть, как мы с этим будем бороться. Мы все абсолютно разные. Почему я на этом слайде привел яблоко? Потому что, когда я провожу живые мероприятия, я задаю самый простой вопрос, на который получаю бесконечное множество ответов о том, что мы разные. Это значит, что люди все думают по-разному. Один представляет зеленое яблоко, другой красное, третий от компании Apple или еще что-то. Но еще есть один важный момент, что в лидере всегда присутствует дуализм. И дуализмов этих несколько. Лидер в один момент является и лидером, то есть руководителем для своей команды и в то же время является подчиненным для своего руководителя. У лидера есть, условно говоря, харизматические качества лидерские и управленческие качества руководителя. Третье. Это значит, что либо он смотрит в глубину, то есть он пытается заниматься анализом, почему команда ведет себя так. Либо он пытается поверхностно управлять поведением. Так вот, здесь у нас есть очень простая вещь. Дуализм – это некое противоречие сил, где есть у нас глубина, это первобытные инстинкты и рациональность. То есть задача – понять лидера и применить эти внутренние силы, которые находятся в логической связи и одновременно в противоречии. Что я имею в виду? То есть мы видим у человека, как у лидера, есть движение эмоциональное и есть движение рациональное – харизма и менеджмент. Дальше. А что такое поверхностные глубины? Вот смотрите. Все, что мы знаем и видим о человеке, это можно представить в виде айсберга. Надводная часть айсберга – это его поведение. То есть мы можем наблюдать за поведением человека. Наблюдая за поведением человека, мы можем пытаться работать на этой поверхности. То есть у всех, наверное, есть маленькие дети или были опыт работы с маленькими детьми. Например, ты слышишь какой-то шум, гам в комнате, заходишь и говоришь, так, в чем дело? Все, они успокоились. То есть ты повлиял на поведение, вышел, закрыл за собой дверь и через минуту там то же самое. По большому счету, когда лидер влияет на поверхностную видимую часть деятельности человека, поведение, то в этом случае его влияние краткосрочно. Оно не несет в себе долгого эффекта и ему постоянно нужно туда влиять. То есть я все время влияю на поведение. Но если мы говорим о дуализме, тогда получается, что если мы смотрим на человека, другой подход. Мы смотрим, что поведение человека на самом деле является следствием ценностей, убеждений и образа мышления человека. Ценности – это некие внутренние конструкты, позволяющие человеку осуществлять свои личностные качества. То есть мои задатки личности, реализуемые через ценности, позволяют мне вести себя так. То есть любое поведение, в основе его лежат ценности человека. Неисполнительность – ценность, значит, неважность работы. Наоборот, педантичность – ценность, порядок и так далее. Могу множество примеров проводить. Если у нас сегодня время останется, немного поработаем. Убеждение – это то, во что человек верит. Например, что бы я ни делал, все равно моя жизнь не изменится. Или «как бы я ни работал, я все равно не заработаю много денег». Или «как бы я ни работал, я все равно рано или поздно с этой компанией уйду в другую». Получается, что в то, что человек верит, и то, что человек является конструктором его личности, в совокупности, это как если бы мы с вами пришли в кинотеатр 3D и надели очки, и плоская картинка стала бы объемной, появляется образ мышления. Тогда теперь мы уже понимаем, что не просто есть поведение моих коллег или моей команды как таковой, а это поведение сформировано. То, как человек воспринимает меня, свою работу, своих коллег, мир вообще в целом. А это значит, на чем строятся его убеждения и ценности. Таким образом, получается, что эффективный лидер работает не только с поведением и не столько с поведением, сколько с ценностями, убеждениями и образом мышления человека. Соответственно, модели поведения – это то, что мы можем наблюдать. Мы не можем сказать, какие сразу у человека ценности, но мы можем видеть, как человек себя ведет. От чего зависят модели поведения? В первую очередь, от внешней среды и внутреннего мира своего человека. Что влияет на поведение человека? На поведение человека являются ценностные установки и убеждения. Приведу простой пример. Например, когда люди вступают в брак. Вроде бы два абсолютно свободных человека до момента фактического согласия друг к другу вели себя по одному, о чем-то договорились и стали вести себя по-другому. То есть поведение. Поменялся приоритет ценностей, поменялось поведение. Вера. Неважно, какой веры человек. Когда он принимает на себя какие-то религиозные догматы, его поведение тоже меняется. Например, раньше он мог во время поста кушать мясо и выпивать, теперь он этого не делает. О чем это говорит? Я во что-то поверил, мои ценности изменились, я стал вести себя по-другому. Материнство. Когда происходят физиологические процессы, самые яркие для женщины, сразу как только появляется новая цель, меняется модель поведения. Начинается здоровый образ жизни, питание и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Сама по себе цель. Если у человека появляется какая-то цель, это значит, что его поведение становится целеориентированным. Это значит, что внутри него появятся какие-то ценности, позволяющие ему принимать правильные решения. И так далее, и так далее, и так далее. Тогда получается, что для того, чтобы лидер мог получить им другой результат, ему нужно поменять представление о человеке, о себе в первую очередь, оценить свои ценности, посмотреть свои убеждения, и тогда модели поведения будут меняться сами. Удивительная психология, построенная нашей личностью и человека в целом, что можно менять поведение, заставляя себя вести по-другому. Соответственно, внутри начнут меняться ценности. Или я начинаю менять свои ценности, и начинается меняться поведение. Ну что ж, получается, что если нам нужен новый результат, нам нужно новое мышление и новое поведение. В противном случае мы действуете, как думаете, и живете, как действуете. Есть еще более простая фраза. Она звучит следующим образом. Как вы думаете, так вы и живете. О чем это говорит? Что о чем человек и что человек думает, такие у него и модели поведения. И нам с вами, как лидерам, необходимо четко понимать, что нужно делать. Потому что команда смотрит на вас и ждет решений в этой непростой, в текущей ситуации. А нам хочется, по большому счету, вот если честно говоря, отобраться от всех там, чтобы было все как раньше, чтобы не было никаких внешних факторов, чтобы было все хорошо. Но для этого мне нужно стать вот этим эффективным лидером, разобраться и в поверхности, и в глубине. Поэтому нам нужно сделать некие анализы, анализ того, что со мной происходит во внешней среде, во внутренней среде. Это ваше будет задание домашнее, проанализировать в парах, просто пообсудить друг с другом, а что на самом деле происходит, в какой вообще среде я лидер. Вот что меня окружает как моего, как лидера. Поэтому у нас получается сейчас, одну секундочку, мы посмотрим сейчас, какие получается у нас нужно сделать выводы. Соответственно, получается, так, да, вот, так, соответственно, задание звучит следующим. Я сейчас внутри каких процессов, самых главных, которые протекают в банке? Первый вопрос. Второй вопрос. Причем эти процессы могут быть в отношении людей и их работы. Второй вопрос. А что составляет на самом деле реальную культуру банка в целом, моего там филиала, где я работаю, и моего подразделения? Реальная культура – это набор правил, реальных или нереальных, которые существуют. И третий вопрос. А как вы на самом деле принимаете решения? Вот три простых вопроса, которые я бы хотел, чтобы вы обсудили друг с другом в паре. В каких процессах сейчас протекают самые главные? Что составляет реальную культуру? И как на самом деле я принимаю решения? Ну что ж, попробуем дальше разобраться с внешней средой, в которую мы с вами попали вообще. Где мы сейчас находимся? В каком области нам вести бизнес? И, собственно говоря, тогда мы попытаемся понять, а какого типа лидерства сейчас нужно в текущий момент? Мир изменился. Да, произошел вообще системный кризис, какого не было ранее. Если мы посмотрим на вот эту таблицу, то мы увидим следующее, что начиная с 2020 года стали происходить конкретные изменения в внешней среде. Соответственно, выросли цены и сроки, произошел локдаун в соответствии с пандемией, произошел логистический кризис, дефицит компонентной базы, энергетический кризис, локализация глобальных цепочек и рост производственных издержек, долговой кризис, падение доходов и спроса, увеличение безработицы, в том числе из-за перемещения в цифровую экономику, банкротство инфраструктур, инфраструктурный кризис, гуманитарный кризис и военный кризис. То есть, по большому счету, такого наличия больших кризисов, в которых мы с вами сегодня живем, фактически никогда не было. И мы с вами являемся первопроходцами лидерства вот в этих ситуациях. Но это еще не самое главное. Ситуация получается дальше. И появляется военный кризис. В перспективе голод, потому что возможны проблемы с поставкой зерна. Энергетический коллапс. И кризис в целом мировой резервной системы. Нам с вами, как людям в финансовой системе, точно понятно, что происходит. Дальше. Кризис мировой торговли. И ты, получается, ощущаешь, что ты находишься в эпицентре некой бури. Мало того, помимо всего прочего, люди, которые являются с нами в командой, по сути, становятся некими аватарами. Что имеется в виду? Я привел примеры нескольких западных социологов современности, которые говорили и прогнозировали, что сегодня люди, а это те люди, которыми мы управляем, а нам надо четко знать нашу целевую аудиторию. Они стали формировать разорванный культурный опыт. У людей появилось некое формирование свободы по отношению к нормам, институтам, довериям, идеологиям подорванных. Что это значит? Правила и требования зачастую не принимаются нашими сотрудниками, а игнорируются. Мало того, из-за того, что социальные сети стали настолько большим частью нашей жизни, мы получили, что человек получился человек-аватар. Он больше, по большому счету, не знает, где он такой. Особенно у молодого поколения происходит подмена между тем, что он демонстрирует в социальных сетях и тем, кем он является на самом деле. Изменилось восприятие мира. В связи кризиса изменилось восприятие мира. Получается, что у нас самоформируемое общество. Сегодня мы не просто думаем, что действительность, в которой мы живем, как абсолютно неизменно. Нет. А то сейчас вообще меняется и создается прямо в наших глазах. В том числе и лидерство, и управление, и человек сам по себе. Сегодня мы находимся в уникальной атмосфере формирования всего, что у нас с вами происходит. Дальше. Мы стали с вами сегодня мишенью информационной атаки. А это значит, что в настоящий момент средства массовой информации всей своей мощностью обрушились на наше сознание. И не только на наше сознание, как лидеров, но и на тех людей, которые работают с нами, кто является нашей командой. И мы без этого не можем думать. Получается, что в целом нарушена общая функция восприятия реальности. Потому что все медиа, все информации сейчас работают на вызов эмоциональной реакции. Лишь бы спровоцировать гнев, ненависть, страх, обиду, все что угодно. Чтобы уйти от процесса рацио. То есть мы отключаемся от логи. И как только открываем информационный телеграм-канал, сразу из нас вытягивают эмоции. По большому счету, все это последствия больших маркетинговых последствий работы общества. Получается, что та матрица условно, в которой мы жили с вами, в которой было понятно, там, организация, планирование, обучение, контроль. И мы могли действовать действительно старыми инструментами. Получается, что среди нас теперь здесь есть достаточно много людей, которые выпали из этой системы. Получается, механизм формирования личности нарушился. А это значит, сюда, если мы наложим еще теорию поколений, то получается, что в целом у нас вообще вопрос такой, а кем мы сегодня управляем? И говоря о лидерстве, мы если... Игорь сказал, что это моя субъективная оценка. Да, конечно, но тогда вопрос нам надо понимать, а какова, что за люди сейчас с нами, которыми мы на самом деле управляем? Тут возникает простой действительно вопрос. А если я лидер и лидер я, то для кого? Для кого я лидер? И самым большим трендом сегодня наших сотрудников, чтобы понять вообще, какими инструментами с ней работают, инфантилизм. Инфантилизм – это значит наличие детских причин, характерных для ребенка взрослым людям. По сути, это разрыв между биологическим и социокультурным взрослением человека. То есть те люди, с которыми мы общаемся, с которыми мы ставим задачи, вдруг в какой-то момент перестали быть взрослыми. То есть на самом деле мы стараемся, мы сегодня общаемся с некими детьми, а это значит конфликт поколений, новое поколение, которое сегодня приходит, заменяет. Ведь на самом деле, если посмотреть средний возраст работников наших, он резко-резко помолодел. Получается, что для этого поколения и в целом сегодня максимальная комфортная философия – побыть подольше в исследовательско-праздном настроении. А это значит, соответственно, простые характеристики этого настроения – это избегание ответственности, нежелание создавать семью и детей, действие импульсивно и эмоционально, в случае неудач люди винят других людей, это мешает им строить отношения в социуме, в коллегах с командом, не умеют находиться в социуме и не хотят двигаться по карьерной лестнице, живут в горизонте планирования буквально там один, два, три дня. Основа их философии нравится, не нравится. Когда мы говорим, что нужно делать, у людей с сегодняшнего времени, у них нет подхода нравиться, вернее, я должен. Они никому ничего не же, они могут опираться на то, что им нравится или не нравится. И вот в этой ситуации нам нужно с вами быть любимым, потому что единственное, что они нам могут проявлять – это эмоциональность. То есть, по большому счету, большинство наших сотрудников сегодня похоже на злящихся детей, эмоциональная, нелогическая реакция на то, что происходит. Элементарная жадность не для того, что я что-то не даю, а жадность в смысле передача опытом, желание общаться, желание коммуницировать, то есть сохранять для себя. В результате сегодняшние наши с вами сотрудники не представляют последствия принятых решений, они не обсуждают и не думают. Я не сделал, а почему? Ну, просто не сделал. Я не смог, а почему? А просто не смог. А почему? Какие последствия? Я не знаю. То есть, нет вот этой глубоко идущей дальше ответственности за принятые решения. А самое главное, что у них происходит переменчивость решений. Сегодня они думают по одному, а завтра они думают по другому. И нам с вами, как лидерам, нужно быть в этой системе включенным, постоянно ориентироваться на то, что происходит с нашим человеком. Еще одна характеристика современного поколения – это отсутствие уважения к чужому труду и вообще к труду как таковому. Ценность труда перестала быть значимой. Это значит, не важно, что у меня есть коллеги, партнеры. Важно, что я сейчас чувствую, комфортно ли мне или некомфортно, нравится мне или не нравится. Получается, что при том, при всем, что мы строим команду, то сегодня у наших подчиненных отсутствуют ценности коллег вообще, ценности командности как таковой. На этом всем накладывается высочайшее самомнение. Я и так все знаю, я и так все понимаю, я и так все могу. Что вы тут мне хотите рассказать? И этот вопрос складывается в том, что сегодня нам, как лидерам, происходит вот очень важный момент. Люди, вот знаете, вот эта детская мстительность – ты мне, я тебе. И ты у меня забрал игрушку, я у тебя заберу игрушку. Получается, что единственным способом нашего эффективного лидерства становится вложенный такой задача под названием антидетство. То есть наша задача сегодня – уметь общаться с той ситуацией, в той внешней среде, с теми людьми, в которых сегодня мы находимся. А это значит применять такие способы и инструменты.